Короче, ребята из Индии очень любят делать селфи. Мы сейчас делаем селфи, да? Селфи с индусами на уровне... Это уровне баги. Это всегда в чемпион селфи. Он должен стоять в центре, он должен стоять в белой девочке. Он мне покажет. Спасибо. И, короче, ребята, если вы на эту хуйню согласитесь, вы, короче, должны сниматься со всеми. Их очень много, и они все хотят снять. Поедем? Окей, goodbye. Давай. Давай, гайки. Ребята, пляж, скандалим, бага. Смысл такой, что... Вон там огромное количество индусов. Просто нереально. Мы сейчас идем в эту толпу. У них сейчас праздник Дивали. И поэтому их здесь очень много, да. Они все хотят с нами сфоткаться. Потому что, типа, мы белые. И приносим удачу. Вот. Я сейчас буду снимать тихонечко. Надеюсь, все получится. Давайте. Ребят, это не обычный день, на самом деле, в Гуа. Это праздник, это каникулы, это Дивали. Поэтому вот так. Например, на Аморджеме, например, на Амборе такого нету, реально. Большой. Музы, смотри, пытаются кучковать. Но я тебе хочу сказать, что в Калангуте их не меньше там, смотри. Там вообще там упа просто, реально. Вообще нормально, Ванга. Но она улюбленная, все она будет. Воу-воу, пошла. Капляшка вангут. Здесь тоже засилье место. Огромное количество индейцев. Ну, вы знаете, от этого, мне кажется, море хуже не становится. Они особо морят и не лезут. Видите, они все стоят вдоль пляжи, смотрят, как тот катается. В глубину не заходят. То есть, пожалуйста, там купать, там вообще никого нет. Так что, я думаю, вообще... А, смотри, сцепит песок, вроде чувачок. Эти люди приехали из Центральной Индии, они никогда не видели море. Да, они хуже бывают считаются элитным. И они всякие тут, ну, безумные вещи творят. Я не знаю, там обмазываются песком зачем-то. Делают селфи с белым, потому что белых никогда не видели, да? И можно понять, то есть, у них, ну, что, не было никогда моря. Сидят, на самом деле, ко мне в каком-то. Hello! Hello! Волне... Ну, они боятся моря. Боятся они моря. Они не заходят в него. Да. А волна хорошая. Да, да. Они любят, любят вот эту фигню, зачем-то чувака в одежде опалакивать пучком. Зачем одежда, это непонятно, да? Потом... Волну они ловят, но только поплыть. И очень любят наблюдать, когда кто-то катается на лодках, на бананах. Вот они фотоспорт. И где фотоспорт всегда куча людей, когда читает. Всегда куча людей. И все просто тупо наблюдают, реально. Вот девочки, с которыми фоткались, у них накрашены ногти. Причем ногти накрашены, но стерты там вообще уже в кровь. То есть там лапу есть три. И они восхищаются все русским маникюром и спрашивают, а где ты сделал? Сколько это стоит? Все обращаемся к Ксюше. Это ноготочки, ноготочки, да? Ноготочки, ноготочки. Вот, смотрите, короче. Я вообще решил блог из Гура сделать более информативно в плане разговора, потому что тут снимать кроме пляжа особо нечего. А пляж здесь шикарный. И так вот, вот вам Индия, смотрите. Там такая волна адская просто. Пойдем. И все стоят и, короче, смотрят, как кто-то плавает на банане. Кто-то, короче, эту волну ловит. А эти люди просто это смотрят. Ну, ребята, прикольно посмотреть. А вон там, ребята, в Халангуте, это просто пизда, смотрите. Сколько там людей, блин, блин. И все на волне, все на волне. Смотри, у нас срывает там волна. Да, 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 смотри, сколько голов. Ребята, это... Мы ради этого, в принципе, в Багуе приехали, потому что, ну, показать-то все. Здесь как бы лучше не отдыхать. Я здесь был один раз, и столько людей я не видел, реально. Игрена очень много сейчас. Это просто пипец, смотрите. Пойдем? Пойдем. Вот вам, вот вам реально доказательство перенаселения Индии. Вот здесь. Они приплыли или отплывают? А, отплывают, да? Стоит волны. Оп! Давай-давай-давай, ребята. Побеждаем волну. Давай-давай-давай, ребята. Побеждаем волну. Ура! Так вот, видите ли, короче, как только вы соглашаетесь на фото, вокруг вас начинает человек 20 там, 50 там. Гуляешь себе по Гуа, снимаешь прекрасное море, коров, прекрасные пляжи. И тут незавтра башкирский флаг, выше всех.